Привет всем, дорогие подписчики и гости моего канала, с вами Нирамс. Сегодня у нас будет очередное видео по рубрике «Бесплатная сборка». Сегодня мы сделаем очередное доброе сдело, поможем подписчику и соберем ему компьютер. В общем, ребят, тема сегодняшнего видео – это сборка на базе AMD Ryzen 2600 и материнской платы от MSI Tomahawk на B450 чипсете. В общем, ребятки, кто не в курсе, я помогаю своим подписчикам. У меня есть несколько благотворительных рубрик. У меня есть вот такая рубрика, как рубрика «Бесплатная сборка». Также у меня еще есть рубрика «ПК в дар». Это рубрика, в которой я помогаю малым ущем и бедным семям. То есть, если вы нуждаетесь в компьютере, но сами не можете его купить по определенным, скажем так, причинам, это рубрика для вас. В общем, ребят, кому нужна помощь, не стесняйтесь, обращайтесь в мою группу ВКонтакте, там оставляйте свои заявки. Если есть какие-то вопросы по компьютерам, тоже туда пишите, мои модераторы вам помогут. В общем, ладно, ребят, приступаем к сборке. Ребят, перед тем, как мы приступим к просмотру, будет небольшая рекламная пауза. Спонсор сегодняшнего видео – это магазин электронных ключей urcdk.com. В данном магазине продаются разнообразные ключи от компьютерных игр, а также от компьютерных программ. Хочу отдельно благодарность выразить вам за то, что вы мне разрешили разместить эти интеграции. Кто не в курсе, я проводил небольшой опрос. Деньги, которые, в общем, у нас будут собраны с этих интеграций, они пойдут на благое русло. В общем, мы соберем добросборки. Вот одну добросборку мы вот прям 100% соберем и, возможно, даже денег хватит на вторую, если еще постримить, поднакопить. В общем, может даже две добросборки сделаем. В общем, по поводу рекламы. Данный магазин продает ключи к играм от Original, от Steam, в общем, там эти все ключи есть. Также в данном магазине вы можете купить разнообразные программы. Там продаются ключи от Microsoft Office, ключи UEM-ные от Windows, то есть вы можете купить ключ для Windows 10, обычного, домашнего, для Windows 10 Pro ключ купить. Все эти ключи там продаются. Хочу сказать, что это UEM-ключи, то есть ни в коем случае не думайте, что это лицензия, это UEM. UEM- это ключ разработчика, то есть вы можете использовать эти ключи для домашнего использования, но ни в коем случае не ставьте данные ключи где-то на работе, в офисе, в бухгалтерии и так далее. Так делать нельзя. А для дома, как бы, используйте, ничего страшного не будет. Также, ребят, в описании, в комментариях я закреплю промокод на скидку в данном магазине. С помощью данного промокода вы можете получить скидку на любую компьютерную игру, которая там продается, либо скидку на какой-нибудь UEM-ключ, к примеру, от Windows 10 Pro, либо от Microsoft Office. В общем, все ссылки будут в описании, кто заинтересовался, смотрите, переходите. Ребят, начнем с того, что к монтажу, к съемкам я приступил только сейчас, но сборку эту я собрал достаточно давно. То есть почти уже, наверное, месяца два прошло, как я ее собрал. Просто у меня в связи с рабочими какими-то вопросами, обстоятельствами, не было времени, чтобы эту сборку быстрее, скажем так, выложить на канал и показать вам. В качестве процессора у нас тут выступает AMD Ryzen 2600. В качестве материнской платы у нас будет MSI Tomahawk на B450 чипсете. Кто не в курсе, это замечательная материнская плата, которая имеет схема питания 4 плюс 2 и при этом, скажем так, VRM тут достаточно холодный. Хоть у нас всего и 4 фазы. За счет того, что MOSFET достаточно мощные и на них стоит такой, скажем так, приличный здоровый радиатор. Радиатор очень здоровый, если сравнивать с другими материнскими платами, но он на них не в фоне, скажем так, выделяется. Потому что везде используются вот такие маленькие крохотные радиаторы, такие мулипусечки. А тут радиатор прям такой, ну, здоровый. По крайней мере, вот тот радиатор, который стоит на MOSFET, который питает процессор, он просто обалденный. Сделан от души, так сказать. По поводу VRM на этой материнской плате. В верхнем плече она имеет MOSFET 4C029N на 46 Ампер, а в нижнем плече 4C026N на 78 Ампер. Еще раз повторяю, схема питания 4 плюс 2. Температура VRM, скажем так, тут достаточно низкая. Я их измерял пирометром и ни разу они не превысили норму. В общем, официально данная материнская плата поддерживает оперативную память до частоты 3466. Но это не совсем так. Она как бы запускает и более быструю память. В общем, мне удалось завести оперативную память на частоте 3533 стабильно на этой материнской плате. То есть все тесты она проходила, никаких проблем не было. Данная материнская плата имеет 4 слота. Максимум поддерживает 64 гигабайта оперативной памяти. Но по поводу 64 гигабайта оперативной памяти я этого делать не советую. Потому что это достаточно большая нагрузка на контроллер памяти. И профит от этого особого не будет. Потому что на Ryzen нужна быстрая память. А 64 гигабайта вы разогнать не сможете. То есть из-за большой нагрузки на контроллер памяти, вы большой частоты на такой памяти добиться не сможете. Поэтому берем либо комплект 16 гигабайт, либо комплект 32 гигабайта. И в общем гоним до предельных частот. В качестве видеокарты у нас тут будет использоваться видеокарта компании Asus. Это GeForce RTX 2060 Dual OC. В общем что хочу сказать по поводу этой видеокарты. Она просто обалденная. На момент покупки эта видеокарта стоила всего лишь на 1000 рублей дороже самых дешевых карт от Palit. И самых дешевых карт от Gigabyte. Она наглого их круче. Разница всего 1000 рублей, но по качеству эта карта прилично лучше всех вот этих Palit и Gigabyte бюджетных карт. В общем на момент покупки эти Palit карты самые простые с двумя вентиляторами стоили по-моему в районе 23 500-24 тысяч. Карта от Gigabyte с двумя вентиляторами стоила от 24 до 24 500 в том магазине, где я брал на тот момент эту карту. А вот эта карта стоила в районе 25 тысяч, то есть разница всего 1000 рублей. Но, во-первых, на этой карте, как вы понимаете, радиатор толще. То есть на тех картах радиатор такой тоненький, слабенький, хиленький. Тут радиатор такой толстенький. К примеру, на карте от Gigabyte помимо тонкого радиатора еще присутствует пластиковый Backplate. Довольно-таки шумная карта. То есть она намного шумнее карты от Asus. Asus практически бесшумная по сравнению с этой Gigabyte карточкой. И она, Asus, вот эта карточка намного холоднее этой Gigabyte карточки. То есть у меня была карта от Gigabyte на тестирование 2060. Она и шумная, и горящая. Ну, в общем, не камильфу одним словом. Вот эта 2060 от Asus, она просто обалденная. Разница в 1000 рублей. Но эти 1000 рублей, они, как бы, понимаете, в чем дело, их не жалко переплатить за такое качество. Карта и тихая, и холодная. Имеет большой такой радиатор. В общем, придраться просто к негче. Хочу подвести такой итог по этой карте. Как мне кажется, на момент покупки эта карта была лучшей по соотношению цена-качество. Сейчас она подорожала. То есть в некоторых магазинах что-то там в районе 28-29 тысяч за нее просят. За такие деньги бы я, наверное, в России бы карту уже не брал. Заказывал из Германии. В качестве кулера в данной сборке будет использоваться кулер Silence M794. Надеюсь, правильно произнес. Данный кулер уже выбрал не я, а мой подписчик. Я изначально хотел другой кулер. Но на момент, скажем так, покупки его, в общем, в магазине не оказалось. Мне пришлось, исходя из нашего бюджета, вот брать вот этот кулер. Что хочу по нему сказать. Он мне не понравился. Хоть он с виду такой и большой, имеет 4 тепловых трубки, но тепло он отводит как-то поганенько. То есть у него слабый достаточно вентилятор. Скажем так, мне удалось на данном кулере процессор Ryzen 2600 разогнать только до частоты 3850 по всем ядрам на напряжение 1.26. Но это, ребят, даже как-то несерьезно, то есть смешно, я бы так сказал. То есть кулер этот я вам брать не советую, ребят. Лучше возьмите какой-нибудь от Deepcool S40, Arctic Fraser 33, там, я не знаю, PC Cooling какой-нибудь и так далее. Вот этот кулер от X-Silence брать не стоит. Кулер полный фуфел. В качестве оперативной памяти у нас тут используется оперативная память Sniper X. Это комплект на 16 гигабайт, то есть две планки по 8. Память достаточно неплохая, хоть имеет не самые лучшие тайминги. Зато у него отличная совместимость с Ryzen'ами и большой разгонный потенциал. Эта память очень классно работает с Ryzen'ами. Кстати, на этой оперативной памяти, если кому интересно, полгода назад был взят очередной рекорд по разгону оперативной памяти на платформе AM4. Хотя, в принципе, это уже так не особо важно, потому что после этого брались и более большие рекорды. Они, скажем так, берутся довольно-таки часто. Если я сейчас не ошибаюсь, какой-то умелец сейчас на платформе AM4 умудрился разогнать оперативную память до частоты 4000 с лишним. Это, ребята, очень круто. То есть, ну, Infiniti Fabric при такой частоте оперативной памяти будет работать по полной программе. Ребята, так, перейдем теперь к накопителю. В качестве у нас накопителя будет использовать твердотельник от Patriot. Это бурс на 480 гигабайт. В данном SSD используются чипы памяти TLC 3D NAT от компании Toshiba. А в качестве контроллера памяти используется FIZON PS3111 S11. Сколько я лично имел дело с данным накопителем, они у меня вопросов не вызывали. Хотя в интернете по ним ведутся определенные такие жаркие споры. У кого-то якобы они быстро выходят из строя и так далее. В общем, не знаю, правда это или нет. Потому что, исходя из личного опыта, у меня с ними, еще раз говорю, проблем никаких не было. А купил я их достаточно много. В сборке своих брал несколько штук. Потом знакомому такой покупал. У него до сих пор работают, никаких проблем не случилось. Потом у меня в офисе таких две штуки работают. Тоже уже прошло достаточно много времени. И ничего тоже с ними не случилось. Ну и плюс там еще пару знакомых их брали. И тоже никаких проблем не случилось. То есть брака никакого пока не выявлено. Теперь, ребята, по поводу блока питания поговорим. В общем, блок питания у нас тут будет использоваться не совсем новый. Это Chirtec GPM 750S. Это блок питания из старого компьютера моего подписчика. При осмотре, скажем так, старого компьютера было выявлено, что старый блок питания, он такой, скажем так, и не столь плохой. И его можно, в принципе, и оставить. Данный блок питания был приведен в порядок, очищен от пыли и вставлен в вот эту сборку. То есть, исходя из нашего ограниченного бюджета, решение, в принципе, довольно-таки рационально. Причем блок питания был, скажем так, в отличном состоянии. Никаких вздутых конденсаторов на нем не было. В общем, по поводу корпуса у нас тут будет использоваться стандартный корпус Thermaltake. Из всех моих последних сборок. Я использую в основном V-шки, TG-шки в своих сборках последних. Плюс-минус эти корпуса одинаковые. Единственное, что у них отличается, это передняя панель. В общем, эти все корпуса я к покупке рекомендую. Потому что металл на них достаточно толстый. Он не гнется там, не вибрирует. Также данные корпуса имеют закаленное стекло. Именно закаленное стекло, а не пластиковый акрил, как на дешевых корпусах многих. Поэтому, в принципе, я считаю, что корпус достаточно достойный. К покупке его рекомендую. Ребят, теперь давайте приступим к игровым тестам. В танках у нас FPS колебался 95 до 140 кадров в секунду. Картинка достаточно плавная, хорошая. Фризов было не замечено. Все игры я тестировал на самых максимальных, при максимальных настройках. Все выкручивал вручную. Разрешение во всех играх у нас Quad HD, то есть 2К. Следующая игра на тесте, это у нас PUBG. На респе у нас FPS колебался от 70 до 100 кадров в секунду. На основной карте FPS колебался от 60 до 100 кадров в секунду. Картинка была достаточно приемлемая, плавная. В общем, играть достаточно комфортно. Пару микрофризов на основной карте я как бы заметил. Да и на респе вроде какой-то микрофриз был такой. Ну и все достаточно было несущественно. То есть это прям такой тык и все. Как бы по сути картинка была плавная. Следующая игра Lara Croft. В общем, все опять на максимальных настройках. Опять Quad HD разрешение. Первый тест, который я провел, 4X сглаживание. Второй тест сглаживания я сделал поменьше. В общем, в первом тесте у нас результаты не самые хорошие. В общем, я бы сказал, даже так не играбельные. Вершина горы, средний FPS 34, минимальный 2, максимальный 125. Не знаю, где он такой был. В общем, где-то мелькнул. В общем, в Сирии средний FPS 28, минимальный 3 FPS, максимальный 62. Геотермальная долина, средний FPS 29, минимальный 9, максимальный 37. Общий показатель 30 кадров в среднем. Как вы понимаете, играть при таких настройках некомфортно. В общем, эта видеокарта, как видите, 2К, не вытягивает. То есть, Quad HD с максимальным настройками, с выкрученным сглаживанием поиграть у вас не удастся. Хотя, в принципе, кто будет так играть с выкрученным сглаживанием? Я такого человека точно, наверное, на этом белом свете не найду, даже если захочу найти. Сглаживанием, пониженным на 2X, уже результат получше стал. Вершина горы, средний FPS 59, минимальный 35, максимальный 81 в Сирии. Средний FPS 42, минимальный 33, максимальный 47. Геотермальная долина, средний FPS 40, минимальный 15, максимальный 49. Общий показатель 47 кадров в среднем. Так уже играть более-менее комфортно. А так, в среднем можно еще что-нибудь понизить, тени какие-нибудь или еще какой-нибудь параметр. И добиться стабильных 60 кадров Quad HD разрешения. Следующая игра на тесте это Far Cry 5. Провел я встроенный бетчмарк, особо никаких проблем не заметил. Тест прошелся без лагов, без багов. Минимальный FPS 64, средний 74, максимальный 86. В общем, все было достаточно плавненько, никаких фризов при тесте я не заметил. Также я еще загрузил игру, просто там побегать, посмотреть, что там будет. Там было тоже достаточно все плавно. За буквально 5 минут, сколько я там бегал, никаких лагов, багов я не встретил. Все было достаточно плавно. Следующая игра на тесте это Battlefield 5. В Battlefield 5 у нас все выкручено на максимальные настройки, как вы поняли. Quad HD разрешение и в общем, но тут полный абзац одним словом. От 30 до 60 FPS у нас в среднем колебался. И без конца, я бы вам так сказал, ближе стремился наверно к 30 FPS, чем к 60 FPS. Играть в Battlefield не комфортно. То есть без конца какие-то фрезы, лаги на таких настройках. То есть тут надо все понижать, чтобы играть в Quad HD разрешение. Metro Exodus, тут тоже не все приятно для глаз. 2060 Quad HD не активно тягивает. Я выкрутил все на максимум, кроме трассировки лучей. Я их выключил. Ну, сами понимаете, 2060 Quad HD разрешение и трассировка лучей, это две несовместимые вещи. Под землей FPS был более-менее нормальный, от 45 до 90 кадров в секунду. И вот на поверхности уже начались проблемки. От 30 до 70 кадров в секунду он в среднем скакал. А в основном FPS, знаете, не превышал, наверное, кадров 45 и колебался около 40-45. Были периодически эти микрофрезы дурацкие, играть было некомфортно. Поэтому в Metro, наверное, лучше понизить настройки, чтобы комфортно поиграть на Quad HD разрешение с этой карточкой. Ладно, ребят, спасибо, что посмотрели данное видео. В общем, если вам нужна какая-то помощь, не забывайте, что я помогаю своим подписчикам. Смело обращайтесь в группу ВКонтакте, пишите туда ваши заявки. Можете по этой рубрике, если она вам интересна, отправлять заявки. Если вам интересна рубрика «Покавдар», то можете туда отправлять заявки. Если вам накажена какая-то финансовая помощь, либо вам на что-то там не хватает, у меня есть раздел «Благотворительность», где я помогаю нуждающимся людям. В общем, иногда там деньгами подкину мелочь какую-нибудь, иногда какую-нибудь запчасть старую отдам, если могу, если будет. В общем, не стесняйтесь, еще раз повторяю, если что-то нужно, обращайтесь. Ну и что там, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте такой большой жирный лайк. Если вам видео не понравилось, ничего страшного, можете поставить дизлайк. Можете подписаться на канал, нажать на колокольчик, на колокольчик и нажать, что хотите, получать уведомления о всех моих новых роликах. Ну и что там, ребят, всем пока, не пропадайте, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok